101 пиар Здравствуйте, друзья! Вновь в эфире 101 пиар и с вами в студии Дарья Тангел. Хочу поздравить всех слушателей с началом нового учебного и делового года. И сегодня мы поговорим о самом важном для каждой компании, об отделе продаж. Отдел продаж с нуля, эффективный, стабильно приносящий прибыль, как у героев фильма «Волл-стрит» – это мечта каждого руководителя. К сожалению, в реальности построение отдела продаж приносит много боли в процессе и далеко не всегда заканчивается хэппи-эндом. Как построить отдел продаж, какая должна быть структура, как нанимать людей, чему обучать и как постоянно развивать команду и поднимать показатели, сегодня обсудим с моей гостьей Ириной Халтуриной. Добрый день, Ирина! Добрый день! Ирина – это руководитель отдела продаж строительной компании «Уксавитек», имеет огромный опыт непосредственной работы с отделом продаж. Давайте начнем. Ирина, расскажите, какой человек должен работать в отделе продаж? Как человеку самому понять, что он будет успешен в должности менеджера по продажам и выбрать эту профессию для себя? Да, давайте начнем с того, что сегмент продаж может быть разным. Одно дело – продавать рекламу, телевизоры, другое дело – продавать автомобили или элитную недвижимость. Но, на мой взгляд, ключевым навигом в продажах должен быть все-таки не продажность и не скриптозависимость, а в первую очередь человечность, гибкость мышления, нацеленность на результат и, конечно, релевантный опыт работы в сфере. Что еще должен знать менеджер по продажам? Это, в первую очередь, базовая закона в той сфере, в которой он планирует продавать, конъюнктуру рынка, ассортимент, классификацию, возможно, формы и методы ведения рекламной кампании. Это тоже часто требуется. Навыки работы с РМ и психологии принципа продаж. То есть, грубо говоря, с улицы сложно будет заходить в новую какую-то для себя сферу, не понимая товаров, не понимая вот этого рынка. Но это вообще возможно теоретически? То есть, можно взять там голого человека, да, с института только что вышедшего, способен ли он быть успешным? Теоретически, да, если позволяет характер. Ну да, темперамент, характер, он для менеджеров очень, ну, это важно, действительно. Скажите, вот, HR-службе, кого искать? Тут я бы сказала, что зависит от масштабов организации и стратегии развития в целом, туда, куда мы идем, каких результатов мы хотим достигнуть. Но правильная и эффективная структура организации, отдела продаж, когда каждый занимается своим делом, как и в любой профессии. То есть, один обрабатывает входящий поток заявок, другой продает, третий заключает договор, четвертый доводит до окончательной воронки продаж, сопровождает, ну, и кто-то работает на сложных сделках. Когда один человек занимается всем циклом продаж, ну, наверное, с него сложно спрашивать все, и где-то возникают какие-то упущения. Я вот даже хочу добавить вот к этому моменту, потому что это действительно очень важно. Часто бывает такое, что в отделах продаж, вот, у них есть там золотой сотрудник, который и то делает, и другое, и третье, и десятое. И, как бы, вот, на мой взгляд, возможно, он будет субъективным, ну, по крайней мере, по своему опыту скажу, что вот в отделах продаж, я с вами соглашусь, каждый должен заниматься своим делом. И часто бывает такое, что если там менеджер, он по идее там, грубо говоря, он должен только продавать, но при этом он занимается согласованиями, подписаниями документов, там, перечитыванием документов, да, ну, у каждой специфики своя история. Но получается, что человек делает все, а вот основную свою работу по продажам, она уходит на задний план. И он говорит, ну, как бы, я же вот этим занимался, я же вот этим занимался. А ему говорят, ну, друг мой, ну, ты же должен продавать в первую очередь, то есть это же основная твоя задача. Согласна, но тут еще можно использовать при классификации менеджеров и того функционала, который он должен выполнять, наверное, все-таки действительно особенности характера и некий опыт работы. И тут я бы пользовалась, наверное, принципом матрицы БКГ. Она впервые была разработана американцами для продакт-плейсмента, то есть для вывода нового товара на рынок и так далее. Но для персонала, в принципе, это тоже применимо. Как это применить? Во-первых, можно выделить четыре модели поведения человека и менеджера по продажам, соответственно. Первое – это звезды, дойная короба, собаки и трудные дети. Вот как раз тот человек, который типа с улицы – это трудный ребенок. Это стадия продаж, когда человек хорошо учится, но у него низкая конверсия сделку. Соответственно, его можно направлять работать, например, в мобильный офис продаж, какие-то колл-центры, обзвоны с последующей перспективой роста. То есть на холодные, так скажем, да, базы какие-то? Да, лучше всех продают у нас звезды. Это те, у кого высокая доля рынка, высокая личная эффективность. Но их, конечно, нужно контролировать, потому что звезды – это звезды. Могут улететь в любой момент. Могут улететь, да. Но, тем не менее, они могут работать именно на сложных сделках, на вип-клиентах. Вот такой момент. Самое стабильное – это дойная корова. То есть это люди, которые обеспечивают стабильный объем продаж в любое время. Кризис, не кризис. Как бы они подконтрольные и, в принципе, подойдут для линейных менеджеров. Как их отличить от звезд? То есть и те, и другие успешно, в принципе, продают. Чем они отличаются? Больше личная эффективность, мне кажется, так. То есть продажи могут быть одинаковые у тех и у тех, но одни успевают 10 клиентов пропустить за час, другие – два. И, может быть, еще звезды, они помимо продаж успевают еще и это сделать, и это сделать, и еще до кучи вот это, да? И кофе принести. Ну, наверное, все-таки самая сложная категория и в товарах, и в людях – это собаки. Поэтому собак лучше заводить себе, либо размещать в офисе. Как-то была, да, московская компания, и у них там в офисе был код. Очень прикольный с точки зрения клиентов. Ну, вот такой подход. Живой код. Живой, да. Ну, это гигиена. Ну, это контактность с точки зрения общения, когда ты продаешь, например, недвижимость, либо что-то такое сложное, там должен быть удобный стул, кофе и различные условия. И вот вполне возможно. Отлично. То есть, HR-службе можно, например, ориентироваться на такие параметры для того, чтобы там определить, на какую, грубо говоря, на какое место нужно найти какого сотрудника? Можно ориентироваться. Ну, естественно, в первую очередь смотрят опыт работы, а чтобы понять психологию, ну, наверное, сегодня единственный инструмент — это социальные сети. Там можно много чего найти полезного. То есть, следим за потенциальными сотрудниками? Да, надо обязательно смотреть, потому что на собеседование человек может выдать одно, а в жизни и в соцсетях он показывает совершенно другое. А какие параметры вот важны для менеджера по продаже? Ну, если мы смотрим по соцсетям, то в первую очередь это фотографии. Например, если человек много путешествует, это говорит о том, что у него высокий стимул, во-первых, заработать больше, во-вторых, сделать всё быстро, чтобы побыстрее поехать снова в отпуск. Если у него какие-то больше семейные фотографии, надо смотреть на состав семьи. Например, все мы знаем, что матери-одиночки очень высокоэффективны. Также тут можно смотреть на возраст клиента, то есть не клиента, а менеджера. То есть, например, девочка молодая, она больше подойдёт на какие-то такие стартовые входящий поток клиентов, там на какие-то выставки. Но опять же, если эта девочка выкладывает пост в сети каждый час или три фотографии в день, вопрос, как она будет работать. Чем она будет заниматься? Вот, поэтому по фотографиям можно очень много понять. Дальше обязательно можно смотреть карьеру, если человек отмечает это в профиле социальном. И что тут важно? Например, если парень, видим по карьере, что он всю жизнь проработал где-то в МВидео за 40 лет, у него нет никакой личной жизни, то о какой должности, например, ведущего специалиста мы можем говорить? То есть нет стремления к росту. Ну и третий момент — это круг общения. То есть это список друзей, там какие-то отметки, теги, группы. То есть что тут важно. Но это больше, наверное, как раз подойдёт для вашего бизнеса, для рекламной сферы, для элитных продаж. То есть если есть какой-то набор друзей крутых, значит человек может наводить связи, значит он может продавать. То есть умение находить правильное окружение. Хорошо. Мы приняли сотрудника в отдел продаж. Всё, мы учли все параметры. Он пришёл. Вот как его ввести в должность? То есть как познакомить с продуктом, прошу прощения, с коллегами и с рабочим процессом? Как этот момент организовать? Ну это по адаптации, я думаю, что не должен быть более двух недель. И включает в себя, конечно, знакомство со структурой продаж, с продуктом, выезд на производство, либо объект. Потому что лучше всё-таки посмотреть глазами, чем читать инструкции, бумажки. Ну и, конечно, отработка базовых скриптов, обучение работать с CRM, уже выпуск в поле, звонки, общение, там ещё что-то. И назначение наставника на первое время, чтобы можно было как-то проверять, контролировать. То есть обязательно первое время обращаем внимание на какие-то ошибки, поправляем, пока не поздно, ну и не забываем хвалить. Да, хвалить обязательно. А какой функционал сотрудника отдела продаж? Понятно, что в зависимости от сферы он может быть разный. Но чем должен заниматься сотрудник отдела продаж? Вот его основные обязанности. Ну, основной функционал я бы разделила, наверное, на три блока. Первый – это привлечение новых клиентов. Что это подразумевает? Это обязательно консультации различные, телефоны, звонки, встречи, мессенджеры, там где угодно. Потом предварительное информирование о нашей услуге, о нашем товаре. И введение базовой какой-то переписки в СРМ и заполнение карточки клиента. Второй блок – это текущее сопровождение. То есть тут мы уже более глубоко смотрим продажи. Это контроль, соблюдение графика платежей, дебютерской задолженности, там введение 1С, договорные отношения. Вот такие моменты. Ну, и самое последнее, но, наверное, самое важное – это формирование отчетности и аналитики по продажам. Что тут может быть? Это, естественно, планы продаж. Не только руководители их делают. Менеджер тоже в этом участвует. Это аналитика по самим продажам, работа с клиентской базой, анализ эффективности рекламной кампании. От того, как менеджер заполнит карточку, мы понимаем, куда мы пришли. Если он не заполнил, соответственно, аналитика уже не та. И, конечно, менеджер может принимать участие в ценообразовании, в корректировке спроса, предложения. То есть вот это должен делать менеджер. То есть менеджеры, обычные рядовые менеджеры, они участвуют в этом? Я считаю, что они должны участвовать, потому что одно дело – видение руководителя и директора компании. А другое дело – то, как реагируют на твой продукт люди. Конкретные потребители, с которыми менеджеры контактируют. Я с вами соглашусь в этом моменте. А как разрабатываются эти стандарты работы с клиентом, по которым работают в дальнейшем менеджеры, сотрудники? Какими они вообще бывают? Ну, главный стандарт, на мой взгляд, что клиент всегда прав, и желание клиента – закон. Других стандартов они могут быть, но они уже относительны. Ну, тоже смотря какое желание клиента, если он приходит и говорит, так, я хочу, чтобы меня обслужили голые люди, это немножко странное такое желание, его не стоит. Ну, вот да, поэтому все-таки стандарты существуют, они больше прописывают наше взаимодействие с клиентами. То есть это стандарты общения, деловой переписки, это, возможно, стандарты работы с возражениями, отработки претензий. Их может быть множество, все зависит от масштаба бизнеса, опять же. Но при разработке очень важно, чтобы стандарт был конкретным, измеряемым, реальным и понятным сотрудникам. Потому что если сотрудник ничего не понял, то смысл этого стандарта. А стандарты на основании чего вообще создаются? Вот поправьте меня, если я неправильно говорю. То есть изначально, вот мы с вами проговорили в прошлом, буквально пару минут тому назад, о том, что формируется отчетность, аналитика и так далее. То есть менеджер отчитывается, сколько звонков, сколько встреч у него было, сколько переговоров. То есть вот стандарты-то они на основании вот этого вырабатываются? Либо плюс там какой-то сложно выполнимый процент, чтобы стандарт все-таки был сложнее, чем обыденность? Ну, стандарты в первую очередь, мне кажется, призваны систематизировать то, что есть и улучшить. Соответственно, да, на основании данных по аналитике, если мы понимаем, что мы там отгрузили позже, чем хотел клиент, из-за этого у нас пошла дальше цепочка бизнеса не так, поэтому для этого нужен стандарт. То есть мы должны ответить там через три дня, через три часа дальше и пошла цепочка событий. То есть в первую очередь для этого, чтобы упростить нашу работу так же, как это делает СРМ. Расскажите, вот как руководитель оценивает работу своих сотрудников? Только лишь по отчетам, которые они сдают? Ну, не только по отчетам, но и, наверное, по нареканиям клиентов и подрядчиков. То есть если их нет, если все довольны, хвалят, говорят, ой, как здорово, ваша компания, мы еще придем. Это тоже немаловажно. Да, это важно. Вот, раз уж мы заговорили про отчетность, вот она какая бывает и как часто ее нужно собирать с менеджеров? Цель отчетности, мы понимаем, что это сбор аналитики и понимание, в каком направлении мы движемся. Поэтому отчеты в первую очередь настраиваются под задачи компании, под задачи руководителя, что он хочет видеть. Но неплохо было бы собирать для начала такие простые цифры. План и факт, конверсия, длина сделки, этапы суммы сделок, отчеты в разрезе, например, спроса. И обязательно нужно ввести аналитику в разрезе годов. То есть ежемесячно мы собираем одни и те же цифры. Например, количество звонков, количество договоров, сколько денег потратили на рекламу, сколько заплатили подрядчикам. И когда мы собираем это в разрезе нескольких лет, мы уже понимаем, куда мы движемся. Наверное, так. Ну и, конечно, отчеты должны формироваться в плане не только количеством, но и качеством. То есть мы должны планировать работу с клиентом. Что мы будем делать с ним, кто в работе, кто там в перспективе, кого-то можно оживить. То есть это тоже важно. То есть отчеты, они такие довольно разнообразные. Но мне кажется, тут тоже зависит от специфики компании. То есть такого универсального списка отчетов его, наверное, не существует. Ну, наверное, нет, но как бы план-факт-конверсия, там денежный поток, он важен для всех. Часто, кстати, такое бывает, что вот особенно в современных CRM-системах есть возможность выгружать практически любой отчет о проделанной работе сотрудников. Можно, но это надо настраивать, сразу скажу. Какие CRM-системы бывают? Давайте вот об этом немножко сейчас поговорим. И что это вообще такое, зачем они нужны? Да, давайте. Вещь полезная. Я думаю, что далеко не у всех стоит в России, наверное, в других странах все-таки у всех. Ну, дословно, CRM – это система управления взаимоотношениями с клиентами. Возможности у нее действительно безграничны. Но надо понимать, что если вы один раз купили ее, то все. Надо, конечно, всегда настраивать. Настраиваться что? В первую очередь отчетность. Потому что CRM-ки бывают, например, аппаратные, когда постоянно под тебя программистом на базе 1С пишет под твои задачи. Есть облачные решения, та же самая история. Но главная цель работы CRM для отдела продаж – это все-таки разгрузка головы и рук менеджера от рутинной работы. Это назначение задач, там вся история переписки хранится с клиентом, какие-то смс-оповещения, то есть вот такие вещи. И, конечно, собирается аналитика. Но независимо от того, что бы вы ни выбрали, стоимость CRM начинается от 900 рублей в месяц, скажем так, на пользователя, до нескольких тысяч и даже иногда миллионов. Ну, есть и бесплатные варианты, да? Есть и бесплатные, но это демо-версии. Да, да. Ну, можно, если у вас маленький бизнес, попробовать просто с тетрадочками. Как это вот было во всех этих магазинах, где мы покупали продукты в 90-х годах, да? По сути дела, логика программирования, она, в общем-то, строится отсюда же. То есть, если, словом говоря, вы продаете там цветы или какие-то тортики печёте, ну, начните записывать, кто ваши клиенты, что они любят, когда они покупают. Начните им напоминать заранее об этих событиях. Делайте для них какие-то приятные бонусы, и, в принципе, это вас выручит очень хорошо вперёд кризиса. Тут даже можно вот при первом заказе что-то типа анкетки сделать, да? Там, грубо говоря, когда ваш день рождения, когда день рождения близких родственников, детей, родителей и так далее. И накануне там, или накануне там, за неделю, например, до дня рождения, напоминать о себе и говорить, ребят, вам же понравился тогда у нас тортик, а купите у нас ещё. То есть, можно даже так. Ну, в профессиональных СРМах это называется реанимация отказников. Это клиенты, которые по каким-то причинам отказались. Там не было чего-то нужного, либо там было дорого, как это обычно бывает. Вот, и с ними можно всегда работать. Особенно, когда вот, надеюсь, не будет карантина в ближайшее время. Надеюсь. Вот тогда, да, это такие моменты. Да. Есть возможность сделать, то есть, вот мы рассказали о том, что есть какие-то платные СРМки, можно на листочке, там, в тетрадочке делать. Можно, в принципе, точно так же настроить и Excel. Вполне можно, да. То есть, это такой примитивный вариант какой-то клиентской базы, да, назовём её даже, наверное, так. То есть, там, СРМки особо из неё не сделаешь, наверное, да, потому что она не будет уведомлять. По СРМке, да, всё-таки больше вот возможности недержания в голове. То есть, да, ты там в Excel всё занёс, но когда у тебя есть база, там, даже тысячи человек, как ты будешь в ней искать, вспоминать кому-то, когда там где-то что-то обещала, и потом это вспомнить было сложно. То, что тоже мне ещё нравится в СРМ-системах, то, что там просто хранится вся история, вот всё. И я помню, я много уже лет работала в продажах, да, и я помню, как мы действительно записывали в блокнотиках, и ты начинаешь эти блокноты листать там на два года, на год тому назад, и вспоминать, о чём вы с этим клиентом разговаривали в принципе, да, потому что, ну, всех не запомнишь. А там всё, то есть ты открываешь карточку клиента, да, и ты там в ней всё видишь подробно и последовательно весь цикл событий. Ну, и там же много возможностей автоматизации, то есть какие-то есть речевые боты, которые анализируют там, что в последующем там влияет на зарплату менеджера, как он сказал, что сказал, упомянул ли имя. Мне кажется, мы сейчас ударились уже в рекламу СРМ-систем, сейчас должно быть уместно было назвать всё-таки, какую лучше покупать, но нет, мы этого делать не будем сегодня. Ирина, давайте перейдём к фонду оплаты труда, эта тема очень интересная, многих она заботит, потому что не каждый понимает, как должно, то есть насколько менеджеры должны быть богатыми, так скажем, да, в компании, то есть кто должен больше зарабатывать, тот, кто производит продукцию или тот, кто продаёт, это вечная такая дилемма, да. Как всё-таки должен формироваться фонд оплаты труда и за что продавец в принципе должен получать зарплату? Ну, продажа действительно это часть бизнеса, которая нацелена на результат, и от продаж зависит в итоге и зарплата директора, и зарплата простого рабочего. Да, и даже уборщица. Да, поэтому если говорить про фонд оплаты труда, то он, естественно, в продажах складывается и закладом, и с переменной части. Вот, а переменная часть, она уже варьируется в зависимости от условий. Ну, какие тут могут быть показатели? Это, в первую очередь, процент выполнения плана, потому что продажники завязаны на этом. Это процент может быть какой-то от поступления в деньгах. Также могут быть какие-то фиксированные суммы, например, за соблюдение стандартов компании, за правильность прочтения скрипта, общения с клиентами, квартальная премия, 13-я зарплата. В общем, кто как ни называет. KPI, как модно это говорит. Ну, KPI, это, по сути дела, тоже набор каких-то показателей, насколько менеджер это соблюдает. Важно, что все эти моменты в любом случае должны быть прописаны в трудовом договоре и прописаны тоже в какой-то фиксированной сумме. Соответственно, размер зарплаты менеджера, он в любом случае, он как-то определен по закону, он должен быть определен от и до. Минимальная граница — это оклад, на который там могут наложиться часы, но максимальная граница по правилам все-таки должна быть прописана. А как уже платит работодатель, он может удержать там или еще что-то. Вот тут уже... То есть, когда говорят, что нет потолка в вашей зарплате, это все-таки луковство. По закону, да, это неправда. Если у вас честная организация, которая платит налоги, как бы отчитываться, то это так. Но все-таки идеальная формула, наверное, такая. Это 30% твердый оклад, 10% — это мягкие бонусы, что-то такое, там, качество звонков, там, какая-то дебюторка, еще что-то, и 60% — это вот чистый результат продажи. Как вы считаете, Ирина, вот сотрудник должен получать зарплату с фактически проданных товаров и услуг, либо с того прихода денежного, который пришел по его, там, предположим, партнерам, клиентам за прошедший месяц? С точки зрения менеджера, с фактических сделок, а с точки зрения руководителя, все-таки с поступлением. Все-таки с поступлением. Я все-таки склоняюсь к тому, что с поступлением, потому что напродавать можно все, что угодно, если денег за это не пришло, это подвышая дебюторка, и как бы за что платить, собственно говоря. Хорошо, сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, буквально на пару минут. 101PR. 101PR. В эфире 101PR. Меня зовут Дарья Тангел. В гостях у меня Ирина Халтурина, руководитель отдела продаж строительной компании Уксавитек. Сегодня мы говорим про формирование отделов продаж, про их благополучное существование и развитие, скажем так. Давайте сейчас мы поговорим про способы мотивации, помимо денежных. То есть вот мы поговорили про фонд оплаты труда, как замотивировать сотрудника, чтобы он продавал больше, стабильнее и лучше, собирал деньги еще, что-то главное. Какие неденежные мотивации, способы мотивации существуют? Ну, с точки зрения работодателя, наверное, самые эффективные это какие-то социально-организационные моменты. Что тут может быть? Это может быть медицинская страховка. Например, когда я работала в Москве, у нас обязательно была медицинская страховка дополнительная. Мы могли ходить там куда угодно, зубы лечить, там, не знаю. Линиры поставить, да? Да, здесь в Кирове почему-то не принято. Не знаю почему, может быть, компании не так развиты, именно страховые, чтобы предлагать работодателю такие условия. Но, тем не менее, это мотивирует очень сильно, потому что медицина у нас дорогая, если она хорошая. Ну, это могут быть какие-то абонементы в бассейны, в спортзалы, оплата, например, какого-то обучения, если это в рамках работы делается, публичная похвала, как мы это все любим. Ну, кстати, вот мы с вами похихикали над этим, но практически все сотрудники, ну, ладно, не буду говорить, что практически все, но большая часть сотрудников, для них действительно приятно, чтобы их фотографию повесили на доску самый лучший сотрудник месяца. Вот для них это важно. То есть это их тщеславие, видимо, тешит, им приятно. Ну, и хорошо, когда можно не просто повисеть на доске почёта, но и погулять хорошо. Соответственно, если есть возможность каких-то отгулов, таких вне отпуска, то это тоже хорошо. Если, например, вы работаете поздно, заканчиваете, если вам работодатель оплачивает такси, это тоже приятно. То есть он заботится о том, чтобы вы безопасно добрались до дома. Если вам оплачивают питание, почему бы и нет. Мобильную связь часто знаю, что компенсируют всем, ну, многим. Да, или там затраты на бензин, но про питание почему-то все забывают. То есть, опять же, был опыт работы в Москве, и там, в принципе, нам давали талончики, и мы ходили там в какой-то ресторан или куда-то, тоже приятно. Но как бы статья затрат немаленькая. Ну, бывает же такое, что там на предприятиях вообще есть столовая, там на заводах какие-то. Если большое предприятие, но мы же говорим, что, наверное, процентов 80 у нас средний бизнес. Малый средний, да. Поэтому так. Ну, а с точки зрения работника, конечно, чтобы там не придумал работодатель, на 80% его мотивация зависит от его каких-то личностных характеристик и от своих потребностей. То есть, кто-то там работает для того, чтобы оплатить там школу, садик ребенку, а кто-то хочет в отпуск, а кто-то хочет новый Porsche Macan. Это уже совершенно, да, другая мотивация. А может и все сразу. Но в любом случае мотивация нацелена на то, чтобы планы делались, и они будут делаться, если мы будем визуализировать цель, если мы будем грамотно общаться с руководством и получать какую-то обратную связь. Добавлю, вот в ваш список также есть ряд сотрудников, людей, которые очень замотивированы на карьерный рост. То есть для них какое-то такое статусное продвижение, оно для них тоже очень важно. И когда таким сотрудникам четко и понятно проговаривают, что для того, чтобы вырасти в карьере, тебе нужно сделать вот это, 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 это такой-то, такой-то результат выдавать, а в течение года-двух все. Он как танк. Вижу цель, не вижу преград. Да, то есть это вот формат работы, вот как вы говорили вначале, со звездами, да, для них, вот, скорее всего, вот для этого типажа людей будет такая мотивация. Ну, кстати, карьерный рост вообще в России воспринимается только вертикально. А, например, если мы говорим про Японию, то там очень развит именно горизонтальный карьерный рост. Когда человек там отработал на одном производстве, потом он пошел в маркетинг, и для него это тоже даже, наверное, большее развитие, чем, ну, просто вертикально, там, от менеджера до руководителя. Просто подразумевается при вертикальном росте, что и зарплата растет. Зарплата растет, но мы же говорим про нематериальные мотивации в том числе. Да, действительно. К том числе к нематериальной, все, язык я потеряла, нематериальной мотивации можно отнести и такие элементы, как корпоративный дух, корпоративная культура. Ни для кого не секрет, что выбирая, там, предположим, из прочих равных параметров, да, человек скорее выберет ту компанию, в которой там эгэй, веселые ребята, ездят там на корпоративчики, на базу отдыха, тусуются вместе, ходят в рестораны и так далее. Так это или нет? В принципе, да, потому что, ну, это главное, чтобы тут не перепорщить. То есть есть какие-то там разовые, двухгодичные корпоративы, например, Новый год, там, какой-то профессиональный праздник, да, он сближает, то есть люди устали, люди хотят отдохнуть. Есть корпоративы, направленные там на какой-то командный дух. Это, наверное, больше подходит для молодых команд, которые только вот пытаются притереться к друг другу, для мотивации молодых специалистов, потому что если тебе лет после сорока, наверное, ты уже не поедешь ползать по деревьям, наверное, хочется уже чего-то другого. Да, а есть так называемая корпоративная культура, когда ты как приходишь в офис Авито, у тебя там, ты понимаешь, что ты можешь там и позавтракать, и сходить в спортзал, и никто на тебя не будет косо смотреть. Есть там какие-то вычурненные корпоративные культуры. Была тут недавно в одной кировской компании, и там с утра прямо проводили зарядку. Все сто человек скакали, кричали. Ну, не знаю, насколько эта работа это мотивирует, но, наверное, это прикольно. Что-то в этом есть, потому что мы все достаточно зажаты, большая часть из нас, там, погодные условия влияют, всё что-то это как-то всё-таки мотивирует. Я расскажу вам, что мы в нашей компании, раньше, по крайней мере, сейчас мы перестали почему-то это делать, мы действительно делали по утрам зарядку. Люди, которые приходили, ну, новички в коллектив, они были очень зажаты, они очень почему-то стеснялись, но буквально на второй-третьей зарядке они делали такие махи, то есть они так расходились, раскочегаривались, что им становилось весело. Это полезно, знаете, для чего? Это полезно для того, чтобы человек с утра уже включился. То есть все мы практически приходим с утра очень такие сонные, невыспавшиеся, то есть нам хочется посидеть, позалипать там с чаем, например, да, там позалипать ВКонтакте, кто чем утром занимается. А зарядка, она заставляет мозг и тело разогнаться, и мы, соответственно, сразу же после этого, как садимся за рабочее место, да, или там кто-то встаёт к станку, всё, человек сразу начинает работать. Это эффективно, но со временем, как и любая корпоративная такая штука, она приедается, и это перестаёт нести тот эффект. Соответственно, вот по моему тоже мнению, что вот такие корпоративные штуки, их нужно периодически менять, да, то есть должен быть там, предположим, список мероприятий, которые можно проводить вместе с сотрудниками. Ну, наверное, да, главное, чтобы всё-таки работа была работой, а не праздником. Ну, бывает же тоже такое, особенно в молодых коллективах, они, ну, вот если мы говорим вот про отдел продаж, они продают на драйве, да, и для них вот, например, совместные какие-то пьянки, гулянки, там, тусовки, они важны, потому что это создаёт вот тот самый драйв в отношениях коллективе, который вот заводит, и они начинают вот пахать, 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 работать, 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 чтобы друг другу показать, типа, смотри, какой я классный, смотри, как я умею. Но вопрос, насколько долго их хватит, да, в таком драйве, то есть они могут очень быстро так же быстро перегореть. Всё может быть. Всё может быть. Зависит всё-таки, наверное, от профиля деятельности, потому что если мы говорим про драйв, там, сериал, может быть, смотрели миллиарды, где работают брокеры, у них там, ну, действительно это нужно. Если мы говорим про какие-то спокойные продажи, где нужно больше не драйва, а вдумчивости и чувственности, внимания клиенту тогда, да. Да, уже надо что-то более спокойное. Хорошо. Ирина, у нас вот каждый год в районе Нового года, да, начинаются дебаты. То есть одни люди говорят то, что вместо большого корпоратива новогоднего, в которого вбухиваются действительно большие деньги, раздайте всем премии. Кто-то другой говорит, вот я, кстати, тоже это действительно слышала от особенно возрастных женщин, вот вы говорили, что им по верёвкам там, может, не прикольно будет ходить. Вот особенно возрастные женщины, они говорят, нет, давайте устроим корпоратив, я платье купила, мне надо платье всем показать, какое нарядное, блестящее, я взяла новое. Вот вы какую сторону примете? Те, кто лучше премию дадут, или те, кто лучше корпоратив организует? Премия, мне кажется, больше всё-таки подходит к профессиональным праздникам, день рождения компании, там какой-то вот такой момент. А Новый год, он Новый год. В России он такой праздник душевный, поэтому, да, я считаю, что нужно обязательно собираться, не экономить деньги, потому что, когда мы сэкономим, мы, возможно, получим не тот эффект, которым мы хотели бы достичь корпоратива. То есть это всё-таки такой пафосный, красивый, нарядный платье. Я думаю, да. Итак, сегодня мы обсудили, какой человек должен работать в отделе продаж, как его найти HR-службе, какие ресурсы для этого можно использовать. Также мы обсудили, как вводить сотрудников в должность, про корпоративы, про прочие какие-то нематериальные мотивации, про функционал сотрудников отдела продаж. На самом деле поговорили очень о многом. Возможно, кто-то подключился не с самого начала, поэтому запись программы можно будет послушать на портале ахакирова.ру, а также в подкастах группы Ахакирова ВКонтакте. Интересующие вас темы можете присылать в любые мессенджеры нашей студии по телефону 8 909 720 101 и 0. Также можете присылать какие-то свои идеи, и если кто-то из наших слушателей хочет принять участие в этой программе, присылайте свои заявки. Всего доброго и до свидания. Сто один пиар ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...